После непродолжительного замедления темпов распространения коронавируса эпидситуация в Мурманской области снова накаляется. Если в минувшую субботу в регионе выявили 251 новый случай заболевания, то за последние 24 часа в Заполярье подтвердилось уже 268 диагнозов на ковид. Больше всего положительных тестов на коронавирус в областной столице – 135. Далее по темпам суточного прироста в регионе Североморск – 45. В Кандалакшском районе и Мончегорске по 15 заразившихся. В Апатитах за минувшие сутки выявлено 8 новых случаев. В Кировске заболел один житель города. Выросло в регионе число выздоровевших впервые за долгое время северян, победивших болезнь больше, чем заразившихся – 280 против 268. Но вместе с тем увеличилось и количество летальных исходов. Если год назад в это же самое время – начало середины ноября – ежедневно от коронавируса умирало 5-6 человек, то сейчас почти в два раза больше – 9-10. Специалисты объясняют – это новыми штаммами вируса, которые гораздо опаснее и продолжают настаивать. Угрозу стать жертвой ковида сводят до минимума вакцина. Даже если после прививки человек заразился, болезнь у него проходит в легкой форме. В этом свете показательную статистику привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Всего 0,5% вакцинированных заражается коронавирусной инфекцией. А с тяжелым течением COVID-19 в больницах лежат менее 0,03% привитых. Красноречивые цифры располагают к размышлению и единственно верному выводу. Тем не менее, план по вакцинации в России, по информации Роспотребнадзора, выполнен лишь на 50%. Чуть лучше картина в Мурманской области. В регионе прививку сделали 275 тысяч северян. Это почти 60% от плана, который, напомним, предусматривает вакцинацию 80% взрослого населения Заполярья. Между тем, продолжают ухудшаться показатели также по ОРВИ и гриппу. О превышении эпидпорога среди взрослого населения сообщает региональный Роспотребнадзор. Но об этом чуть позже. Расскажем в дайджесте, а пока еще раз о решении Минздрава России. В ведомстве поставили точку в спорах о том, можно ли совмещать прививки от COVID-19 и гриппа. Можно и нужно. В Министерстве здравоохранения России разрешили одновременную прививку от COVID-19 и гриппа. Новые рекомендации уже официально внесены в инструкцию по применению вакцины «Спутник Ви». Почему не стоит делать перерыв между прививками, объяснил глава уже нашего регионального Минздрава Дмитрий Панычев. Цитата. В ситуации, когда есть высокий риск заражения, МИК с инфекциями, растягивать вакцинацию на несколько месяцев опасно. Взаимодействие «Спутника Ви» с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях. Показано отсутствие снижения иммуногенности обеих вакцин при их одновременном введении. Продолжение следует...